12 апостолов права. Такое броское название для своей книги Павел Крашенинников выбрал не случайно. С точки зрения экс-министра юстиции и депутата Госдумы 6-го созыва, герои его книги изменили право, государство и общество. От Гавриила Державина века 18-го до нашего современника Сергея Алексеева. Кстати, проблем права современности доктор юридических наук тоже коснулся. Даже при наличии приличных законов, выполнение их КПД на очень низком уровне. При этом этот низкий уровень нам демонстрирует как сама власть, так и те люди, которые должны сами соблюдать и охранять закон, так и, собственно говоря, простые граждане. Вот уже четвертый раз сопредседатель Ассоциации юристов России приезжает на ставшие традиционными спиранские чтения. Кстати, именно Павел Крашенинников является первым лауреатом премии уроженца Владимирской области легендарного государственного деятеля Михаила Спиранского. На этот раз Павел Крашенинников встретиться решил со своими младшими коллегами, студентами-юристами ведущих вузов региона. Я считаю, что такие встречи, конечно, надо продолжать. И очень здорово, что такие люди, они доступны, что они встречаются с молодыми юристами. Потому что это, поверьте, очень будет влиять на формирование правосознания, о котором сегодня говорил Павел Владимирович, именно тех, кто будет нести в будущем право массы. В будущем право нести, считают в Ассоциации юристов России, должны специалисты с новым багажом знаний. Именно поэтому каждому студенту Павел Крашенинников свою книгу не только подарил, но и подписал. Нашел несколько моментов, о которых я не знал ни из школьной программы, ни из программы образовательного учреждения. Очень интересные моменты про биографию Спиранского. С удовольствием сейчас приду домой и окунусь в ту эпоху, в историю, в его биографию.